Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Новгородского областного телевидения программа «Диалог». Я Светлана Стерлигова, ведущая сегодняшнего выпуска. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 67 97 67. Если у вас будут вопросы, пожалуйста, звоните. А мы, как правило, в эту студию приглашаем людей компетентных, ведем с ними разговор на общественно значимые темы. Напомню, что на сайте Новгородского областного телевидения вы всегда можете оставить свое мнение или предложение по поводу тематики наших будущих программ. А сегодня у нас в гостях президент Новгородской региональной общественной организации «Клуб Леди Лидер» Галина Матвеева. Здравствуйте, Галина Семеновна. И директор Центра культуры и искусства и общественных инициатив «Диалог» Ольга Попова. Здравствуйте, Ольга Борисовна. Сегодня «Диалог» в гостях у «Диалога». Можно так выразиться. Мы встречаемся с вами накануне Международного женского дня. И вот хотелось бы задать вам вопрос. Какой вы видите сегодня роль женщины в современном обществе? Ну, она, естественно, велика, это неоспоримая. Но, тем не менее, какой эту роль видите вы? Ну, вы знаете, можно я начну тогда, да? Вообще, вот Международный женский день, он совсем другое лицо стал иметь, абсолютно. То, что было сто лет назад, и женщины боролись за свои права, сегодня это практически снивелировалось. И сегодня только это весенний праздник, праздник бабушек, мам, любимых и так далее, улыбочки, цветочки и все прочее остальное. Но я считаю, что сегодня все равно как раз роль женщины в обществе недооценена глубоко и окончательно, основательно. И сегодня очень много проблем существует как раз с ее развитием, существованием, как политическим, экономическим, ну и так далее. Поэтому мы вот все наши общественные организации в области поднимаем все эти вопросы. Но не только говорим, ах, какая она красивая, ах, какая она успешная, ах, как она достигла чего-то. Но мы говорим о проблемах, которые нужно сегодня озвучивать, поднимать, решать, ну и дальше доводить до руководства, до власти, которые имеют, так сказать, основания для решения всех этих вопросов. Это я имею в виду и экономические, опять-таки, и политические, и социальные. Посмотрите, что сегодня творится. У нас, если было раньше четыре главы района женщин, сегодня осталось две. И у нас сегодня в областной думе, в городской думе не увеличивается количество женщин-политиков, да? В бизнесе женщины, ну тоже, ну какой-то маленький бизнес, они, ну какое-то малое предпринимательство имеют. На большие какие-то ступени большого бизнеса практически мужчины их тоже не допускают. И вообще до решения вопросов на уровень власти женщина очень крайне редко выходит. Поэтому сегодня говорить об этом, о роли женщины, именно с точки зрения ее значимости социальной, не просто она мать и так далее, это все понятно. И так мы по природе обязаны быть матерью, бабушкой, и рожать, и воспитывать, и мужьям своим помогать. Но мы еще огромное значение имеем действительно в развитии всего нашего общества. Вот поэтому мы эти вопросы и поднимаем. Вот все время мы в диалоге традиционно уже проводим не один год нашей встречи. Женских организаций в области, ну слава богу, пока достаточно. Вот самый такой у нас авторитетный, это совет, конечно, женщин, городской совет женщин церковной Галинсана. Много лет руководит движение женщины России, например. Ну тоже большую уже историю имеет лига деловых женщин. Хотя хотелось бы, чтобы она поактивнее даже работала. Да, женский парламент, огромную лепту в женское движение общинного городской области внес. Ирина Борисовна Уртаева вот тоже возглавляла много лет эту организацию. То есть, но сегодня опять-таки, вы знаете, вот эти все организации существуют, они как бы в своем поле работают, да? Влияние какое-то оказывают. Но новых-то не нарождается. И женщины молодые, они немножечко другим заняты в жизни, мы это тоже прекрасно понимаем. Но тем не менее, ни каких-то новых общественных объединений женского направления или вообще какого-то такого социально значимого направления за последние годы я не наблюдаю их появления. Может, я не права, Ольга Борисовна, что-то с точки зрения скажет. Да, вот еще хотелось бы узнать от вас, как от директора диалога, да, вот какова роль женщин в таких областях, как культура и искусство. Вот об общественных инициативах мы вот уже услышали. В культуре, конечно, и, скажем, даже в образовательной деятельности, если мы посмотрим в срез директоров, конечно, львиную долю это занимают женщины очень много. Можно сказать, в культуре там по пальцам можно посчитать, что мужчины возглавляют, да. Ну, может быть, сейчас немножко больше в областных там еще учреждениях тоже мужское лицо, да, появилось. А вот, честно говоря, мне кажется, что, может быть, и образование наше достаточно сильно в школах, потому что возглавляют его директора женщины. Они, знаете, как хозяйственницы, как матери, как очень суперответственные люди. Хотя, еще раз, ни в коем случае я не хочу умолить мужчин с их стратегическим мышлением и так далее. Но Галина Семеновна согласна, что только две половины, наверное, так Господь, да, нас сдавал, чтобы две стороны вы участвовали вообще, наверное, и в деторождении, и в жизни, и в деятельности человеческой. Два человека, и мужское, и женское начало. И вот то, что сейчас, конечно, все меньше и меньше даже во власти женщин, да, становится, это говорит о том, что от решения сложнейших вопросов, а сейчас мы видим, что как бурлит, да, наше общество, не только у нас в России, а вообще везде, по сути, и в Европе, и так далее, то, наверное, это очень важно, чтобы женщина присутствовала и, может быть, со своим таким каким-то, вот, не знаю, наверное, по природе, там, создать уют, создать семью, создать нормальные такие, да, человеческие условия жизни. Вот это, наверное, как бы очень важно. Мне кажется, что очень важную роль играет у нас Галина Семёна Матвеева как президент нашего клуба. Я вообще очень ценю её колоссальную деятельность, когда она работала полномоченным по правам человека, сколько она очень поднимала как раз таких вопросов. И вокруг неё объединились, по сути, все женские движения, которые у нас есть в городе, хоть они и областного, регионального, там, значения и так далее. И поэтому получилось, что у нас в клубе немножко понятно, что, может быть, сейчас чуть менее активными стали наши, вот, члены нашего клуба, ну, потому что все были там лидерами, директорами и так далее. Наступает возраст, о чём Галина Семёна говорит, молодость, к сожалению, она достаточно быстро уходит. Вот, и хотя мы долго-долго молодые уже с Галиной Семёной, ну, очень уже долго молодыми остаемся, тем не менее... Оставайтесь дольше. Да, но тем не менее мы понимаем, что очень хотелось бы, чтобы на самом деле вот в женских движениях появились именно молодые лица. Вот почему очень важно, что конференции, которые мы проводим, и максимально как раз привлекаем молодых наших, пусть они с малым бизнесом, но девочек, которые вот начали работать, проявляют себя и проявили себя. Это очень важное направление. Хотелось бы, конечно, чтобы на самом деле активность молодёжи в этом плане, наверное, в Новгороде как-то даже больше была. Хотя вот, смотрите, в университете есть девочки такие очень активные в Совете молодёжи, или в новгородском молодёжном парламенте и так далее, есть такие хорошие яркие звёздочки. Но лишь бы они в Новгороде остались. Вот поэтому тема, наверное, наша и была. Форума. Остаться в Новгороде и уехать. И вот маленькое счастье в нашем городе. Вот, наверное, Галина Семеновна, уже мы шестой год проводили. Ну да, вот я уже шестой год директором работаю. Да. Я не до конференции у нас. В других местах ещё проводили, просто и в Акроне проводили. Я поясню для телезрителей, что речь идёт о вчерашнем форуме, который состоялся в диалоге, а организовал клуб «Леди Лидер» этот форум вместе с диалогом. И посвящен форум был именно счастью в маленьком городе. Как оставаться здесь, не уезжать куда-то, искать это счастье в крупных городах. Ну вот скажите, итог этой встречи каков? Что говорили молодые люди? О чём говорили вы? Ну, итог такой, что, в принципе, в городе надо оставаться. И возможно развиваться, и нужно развиваться. Это первая позиция. Затем, в любом случае, мы как матери, как женщины, естественно, как лидеры и так далее, мы тоже обязаны и берём на себя такую ответственность воспитания, что ли, такого, гражданского самосознания, гражданского чувства по отношению к тому месту, где ты живёшь, родился, пригодился, что называется, работаешь и так далее. Ну и вообще позиция гражданская должна быть. Ну и последнее, мы всё-таки порешали, что молодёжь вправе абсолютно. Нельзя её запирать ни в какие клетки, она вправе сама делать свой выбор. Ну а мы тоже, как более старшее поколение, будем так обязаны им помочь, подсказать, направить, что-то как бы предусмотреть, я бы так сказала, в их жизни. Ну чтобы, как говорили вчера женщины, чтобы они возвращались с опалёными крыльями, там из Москвы или Санкт-Петербурга и так далее. Можно здесь жить, развиваться. Но для этого и органы власти, естественно, всё сообщество, и в том числе и общественные организации, должны очень много трудиться на эту тему, чтобы все действительно оставались у нас на территории. В принципе, в нашем разговоре вчера как раз участвовала и замгубернатора Минина Вероника Витальевна, она, кстати, приходит к нам каждый год. И, наверное, это очень важно, что всё-таки человек, который о власти слышит и понимает, что на самом деле очень важно, чтобы создавались условия. Молодёжь как раз и говорила, что мы готовы остаться, но хорошо бы хотя бы там... Или жильё у нас, по крайней мере, было доступным. Рабочие места. Да, рабочие места, чтобы всё-таки на самом деле Москва и Петербург, понятно, привлекательны по многим показателям. Более высокая там зарплата, города огромных возможностей. И надо, конечно, очень сильно рисковать молодёжью, чтобы туда поехать. В общем-то, не все на этот риск, конечно, тоже готовы. Поэтому и говорили, что можно там поработать, а полиция приехать сюда. Может быть, наш город на самом деле маленький, город для более такого старшего возраста, вроде бы более спокойнее и так далее. Но, тем не менее, всё-таки среди молодёжи уже не первый раз мы встречались. Звучит, что вообще хотелось бы, чтобы и в Новгороде оставались, и было так же комфортно жить. И чтобы побольше, может быть, интересных досуговых различных мероприятий для детей. Да, какие-то социальные обязательно вопросы решались. Мы поэтому в диалоге очень много сейчас стали внимания обращать на семейные мероприятия, которые именно чтобы с семьями приходили. Даже сейчас вот будет такой арт-рок-фестиваль, который делаем. Если ты приходишь один, то 200 рублей билет, а если ты с семьёй приходишь, то 100 рублей. Скидка. Да, скидка. Такая мотивация. Да, мотивация. Потому что это очень важно. Нет, но с семьёй сложно выйти, конечно. Ну, это и очень важно, когда на самом деле родятся или приходят с детьми. Это объединяет всех. Объединяет, да. То есть есть возможность. И часто же, когда ребёнка негде оставить и так далее. Поэтому вот такие вещи на самом деле всё равно город должен додумать. И вообще все, то есть все, кто услуги предоставляет, и культурные, и образовательные, и так далее, думать должны об этом. Конечно же, зарплата, да, она... Молодой человек очень много, ведь вчера тоже об этом говорили. Очень много пресса, очень много телевидения говорит, что сразу можно заработать, что сразу нужно иметь, да, большие деньги и так далее. И часто родители тоже создаём, да, мы все условия, чтобы наши дети сразу почувствовали, ну, чтобы стартап у них, знаете, такой хороший был, да. Ну, конечно, ценности всё-таки, наверное, изменились немножко, да. Помогаем всячески. А вчера как раз... Ну, у всех есть такие возможности. Конечно, ну, а вчера вот вспоминали, что сами мы очень трудно ведь проходили весь путь, и часто самостоятельно проходили этот путь, чтобы, извините, каким-то, не знаю, там, высотам или каким-то постам даже вот мы подходили. По сути дела, сложным своим трудом, также воспитывая детей, не имея жилья, что говорят, что... Да, и соблазны были, да. И приглашения были, и соблазны уехать были, но, тем не менее... Тоже размышляли, когда закончили институт в Санкт-Петербурге, тоже думала остаться там. Вот вы знаете, вот у нас действительно ещё тоже сообщество и по области такое женское, очень хорошее формируется, и вот и в Парфенском районе очень активные женщины, очень в Валдай женщины хорошие, там во главе от Светланы Юрьевны Трущенкова. Сейчас вот это возглавляет ассоциацию сельских женщин-предпринимателей. И в Чудово очень активные. И в Хатунцево вот тоже... Ну, это Парфенский район, да? Да, да, да. Парфенский, и Любытинский очень активные тоже. Я прошу прощения, я напомню телезрителям, что это программа «Диалог», и сегодня мы говорим об активности, вообще о роли женщин в современном обществе с президентом Новгородской региональной общественной организации «Клуб Леди Лидер» Галины Семёновной Матвеевой и директором Центра культуры, искусств и общественных инициатив «Диалог» Ольгой Борисовной Поповой. Наш телефон 67 97 67. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, поторопитесь. У нас остаётся совсем немного времени до конца программы, а мы через несколько секунд продолжим разговор в студии. Галина Семёновна, вот я вас перебила на том, что вы говорили об очень сильных женских организациях в области. И понимаете, в чём дело? Ведь они это делают на добровольной основе, как и мы. Мы никогда ни копейки зарплаты за это не получали. Вот все 17 лет, существуя нашего клуба, мы проводили всё это на общественных началах. Поэтому люди, которые хотят изменить ситуацию, особенно среди женщин, их очень много активных. И вот тоже в своё время поддержать бы их на этих территориях. Ну вот я знаю, например, сегодня в Валдае не очень такой отклик имеют. Вроде женщины, так сказать, там с какими-то идеями, предложением приходят, а руководство... Ну у нас свои идеи и так далее. Ну вот нужно искать в любом случае вот такую консолидацию, потому что мы живём все на одной территории. Мы все хотим добра нашим людям. Это безусловно. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас разговор идёт. Женщины, дети. А мне бы хотелось узнать, у активных женщин, какое место занимает мужчина у них? Мужчина у нас на самом первом месте, потому что мы обе замужем, обе имеем по двое детей. Если просто лично о нас говорить, у нас по трое внуков. То есть с мужчинами у нас всё нормально и хорошо в семьях наших. Но мы считаем, что сегодня... Ну как сказать, мужчина – это же тоже наш ребёнок. Мы его рожаем, женщины. Мальчика-то кто рожает? Опять-таки, жена, да? Вот. Поэтому вот как мы потом этого мужчину воспитаем, как мы сможем заложить вот эти все ценности, о которых мы сегодня говорим, и чувство ответственности за семью у этого мужчины, и вообще как бы чувство отцовства у этого мужчины, и гражданскую позицию, и так далее, и так далее. Вот это всё от нас тоже зависит. Поэтому мужчины-то как раз очень-очень должны быть нами, опять-таки, воспитаны. Я знаю, что вот в Санкт-Петербурге у нас, к сожалению, не сформировались такие движения. А в Санкт-Петербурге я знакома с этими движениями по отцовству там, по вот как раз по лидерству мужскому мужчины 21 века. Как раз они вот эту мужскую начало, мужское начало, они как раз вот очень пропагандируют, несут и, так сказать, распространяют среди общества. У нас, к сожалению, нет таких. У нас больше мужчины заняты рыбалкой, охотой. Ну чем они там ещё, может быть, там... Женщины сами по себе, мужчины сами по себе. Вот это плохо, наверное, с одной стороны. Ведь в своё время когда-то мы пытались те же самые балы делать, когда объединяется семья и приходят с семьёй. Вот вплоть до того, что и с детьми приходят на эти мероприятия. К сожалению, такого дальше развития не получилось. А мы считаем, что как раз вот эти семейные ценности надо опять-таки совместно всем обществом воспитывать. У нас остаётся три минуты до конца программы, и у нас есть ещё один звонок. Послушаем. Мы слушаем вас. Ой, ой, ёпт. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Вы с нами? Ну, наверное, что-то техническое. Что-то не случилось, да. Ну, вы знаете, вот действительно много проблем. И хорошо, что мы сегодня говорим не только о празднике, да, а больше о том, что волнует женщин и о тех проблемах, которые нужно сообща решать. Но, может быть, всё-таки в конце нашего сегодняшнего разговора прозвучат какие-то слова поздравления. Галина Семёновна. Ну, действительно, это праздник как бы весны, хорошего, доброго настроения. Праздник, когда мы можем ещё раз посмотреть на все наши, в том числе и проблемы, что-то, так сказать, дальше двинуть, сакцентировать какие-то вопросы. Вот. Но я желаю, чтобы женщины были всегда сильными в этой жизни. Мы должны быть сильными, мы обязаны быть сильными. Кто бы как ни говорил, там, плечо подставить, мне много вопросов задавали. Не хотелось бы плечико подставить. Да мы внутри должны быть сильными. Поэтому за нами семья, за нами общество, за нами практически страна. С праздником. Спасибо. Я думаю, что всё-таки я поздравлю всех с наступающим 8 марта. Я думаю, что будет завтра много всё-таки сказано добрых слов, потому что любой женщине, слабая она, сильная или ещё какая-то, каждый день хочется слышать, что она дорога, любима и так далее, и так далее. Ну, пусть хотя бы 8 марта этих слов будет побольше, чтобы мужчины не забывали, что надо не только 8 марта дарить цветы, но и в другие дни. Но тем не менее, всё равно, пускай как можно будет больше цветов от ваших любимых, и чтобы они на самом деле, мужчины, были рядом. Потому что мы без них тоже нам не очень сладко, наверное, будет в нашем мире. Да, не гармонично, если не будет на самом деле рядом настоящего человека. Поэтому всем желаю только счастья, любви и процветания, и, конечно, успешности. А что ты диалог подготовил к этим праздникам? Ой, их так много там всего. Мы только что, только что вот у нас закончился совершенно замечательный концерт. Духовой оркестр у нас играл с солистами. Вот, это традиционно, уже много лет мы его проводим. Анатолий Павлович Малышев всегда своих ребят приводит. И я думаю, что они доставили огромное удовольствие нашим зрителям. И, конечно же, мы им перед 8 марта делали, вот я уже говорю, и семейный праздник, между нами девочками говоря, назывался он. Вот, поэтому я думаю, что надо приходить на наши выставки очень интересно. Сейчас идет выставка детской художественной школы, прекрасная, году экологии посвященная, ну и выставки Ерышева. И женщина, которая осталась без зрения, но делает прекрасные картины, руками вяжет. Поэтому, я думаю, в зоологии много есть, что интересно. И всегда очень рада всех видеть. Спасибо вам большое. Спасибо. Вас с праздником поздравляем тоже. Спасибо. Взаимно присоединяюсь ко всем словам, которые вы сегодня здесь сказали. Пусть это будет и праздник, и, так сказать, возможность поговорить о тех проблемах, которые есть в нашей жизни, для того, чтобы жизнь становилась лучше. Конечно. Так что всех вас, уважаемые телезрители, женскую половину мы поздравляем с приближающимся праздником женским. Всем любви, тепла, заботы, внимания со стороны близких. Всего вам доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин